здравствуйте мои дорогие с вами ваша бабушка соня однажды один еврейский предприниматель должен был отправиться по своим торговым делам в другой город дело было лет 200 назад и тогда переезд между городами занимал очень много времени по зиме так это еще могло занять и полторы две недели грязь снег колеи которые размывала и вот человеку для того чтобы попасть в другой город привезти туда свой товар понадобилась помощь другого человека с лошадью с повозкой скажем так скрытой повозкой для того чтобы у него этого своего не было и вот он нанимает себе человека который является хозяином лошади хозяином этой повозки и заодно он игрушек он и извозчик и вот он нанимает себе этого человека везет товар везет с собой большую сумму наличных и когда они приезжали рядом с каким-то безлюдным местом и был лес рядышком с двух сторон то у этого человека которого он нанял он был человеком не еврейского не из еврейского народа мелькнула такая шальная мысль что если сейчас он ограбит этого купца тем более евреи кто его там кинется кто кто за ним кому он нужен кому он дорог то он может фактически решить свои финансовые проблемы на всю свою жизнь и вот этот грузчик извозчик останавливает лошадь посередине дороги поворачивается лицом к своему нанимателю и этот еврейский купец видит что по глазам этого человека видит что пришел его последний час и он умоляет его говорит не убивай меня бог все видит он никогда этого так не оставит кроме того человек усмехнулся и сказал никто ничего не увидит никто ничего не узнает но купец сказал все все видят вот птица сидит на ветке которая видит и я заклинаю тебя если ты меня убьешь то эта птица она будет свидетельствовать против тебя на суде птицы было что-то типа глухарь может быть фазан я не так в этом разбираюсь не помню но человек недобро усмехнулся замахнулся ножом убил этого еврейского предпринимателя отнес его тело подальше между деревьями сбросил туда даже не естественно что он его не похоронил взял эту повозку поехал развернулся уехал по своим делам на эти деньги он открыл хороший бизнес у него очень хорошо пошли дела в гору он за несколько лет стал богатым человеком и так получилось что благодаря своему богатству он смог быть принятым при дворе местного короля который был и через какое-то сначала он был поставщиком и через какое-то время король приблизил его к себе и он стал его одним из его придворных советников прошло несколько лет и как-то на обед царю подали целого фазана и когда этот убийца увидел этого фазана и вспомнив что еврей когда он его убивал сказал что вот этот фазан будет свидетельствовать против тебя на суде увидев этого фазана подданным к столу не этого а вообще эту птицу он усмехнулся себе в усы король увидев его усмешку сказал почему ты сейчас засмеялся когда увидел фазана этот человек очень засмущался и сказал это неважно король говорит что значит неважно я должен знать о чем думают мои придворные тем более о чем думают мои советники ты увидев фазана засмеялся что не так с этим фазаном он говорит ваше величество все так все хорошо все 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 путем король говорит я приказываю чтобы ты мне сейчас сказал почему ты засмеялся увидев фазана этот человек говорит ваше величество не могу вам этого рассказать это что-то личное это к вам не имеет никакого отношения король говорит если ты мне сейчас не расскажешь почему ты засмеялся увидев этого фазана то я прикажу тебя казнить но человеку ничего не оставалось делать и он рассказал эту историю но рассказал ее с точки зрения он рассказал что еврей был жадный что он его хотел обмануть и под рассказывая эту историю он подумал кому нужна жизнь этого презренного еврея я уверен что король меня за это наградит за то что я вот таким образом лишил очистил мир от того что еще один грязный еврей топтал эту землю но король отнесся к этой истории совершенно по другому выслушав эту историю он сказал так выходит что ты убийца и выходит что ты вор и выходит что ты грабитель и выходит что ты обманщик все тебя принимают за порядочного человека человек страшно испугался он говорит ваше величество это же был какой-то презренный еврей не жили из-за евреи вы будете меня христианина судить но король совершенно по-другому отнесся к этой истории он сказал я не могу доверять человеку которому доверился другой человек доверил ему свою жизнь честное слово свое имущество и вот так с ним обойтись что ты сделал с этим человеком он говорит я сбросил его тело в лесу стража позвал король немедленно взять его под стражу человек страшно перепугался король созвал суд присяжных рассказал все что произошло узнали имя этого еврея значит все имущество этого убийцы все что он нажил привезли в дом к этому еврею его вдове его детям рассказали что произошло а этого человека повесили на пороге его дома в назидание другим вот такая история и вы можете сказать какое отношение это имеет к недельной главе петру когда мы стояли у горы сина и бог встретился впервые за всю историю человечества с целым народом это было свидание всевышнего с народом и он сказал не возжелай дома ближнего твоего не его осла не его вала не жены не его раба не рабыни это было 10 10 речения с который бог обратился к нам вы знаете когда мы вот это слышим первое речение было я бог который вывел тебя из земли египетской да не будет у тебя других богов да не произноси имени бога в суе и храни шаб день шаббат не и чти отца и мать не убей не не прелюбодействуй не укради не лжесвидетельствую и вот это десятое речение не возжелай и вы можете сказать все речения они они логичны они естественные понятно что не может ни одно человеческое общество жить если там убивают если там грабят если там не уважают семью если там прелюбодействует или лжесвидетельство но не возжелай как сказала мне одна моя знакомая а ткан вот до этих пор как я могу владеть своим сердцем и всевышний нам сказал можете все начинается сердце когда мы смотрим на другого и мы начинаем желать то что есть него все что есть у человека ему предназначена свыше все деньги которые он должен заработать в этом году определяются в роша на и шекеля больше человек не всес не может заработать более того чем ему спущено свыше и когда мы смотрим на другого и желаем этого это настолько иррационально это настолько не умно это настолько неправильно что человек если бы узнал что все что ему нужно для него же благо все что ему нужно он получит люди бы жили бы по-другому люди бы жили гораздо спокойнее и не смотреть на чужих жен и на чужих сестер и на все чужое смотреть нельзя еще один маленький маленький рассказ который давка и на и именно про сватовство один парень получил адрес где он должен встретиться с девушкой это была первая встреча он поехал выехал немножечко пораньше ему хотелось забежать там в магазин что-то прикупить к дому он вышел на полчаса раньше и когда он ехал там по дороге он увидел что на дороге стоит человек с поднятым капотом он понял что человек нуждается в помощи дождь темно и он посмотрел на часы думать ладно и у меня есть немножко времени он выскочил спросил человека человек был уже не такой молодой он говорит отец чем я могу вам помочь стали там возиться с капотом выплюшнулась на него масло пришлось отложить зонтик он намок и когда и вдобавок он уже видел что он опаздывает на свидание звонит ему сваха и говорит ты где девушка на месте а тебя нет он говорит 15 минут я буду сваха говорит так не делаю перезванивать девушке девушка ждет короче когда он появился на свидании он был он во первых он опоздал он был грязный на костюме было масло он был весь вымазан в руки были в черном грязный и когда он появился девушка сказала ну в принципе я свои полчаса уже отсидела я тебя уже прождала судя по тому если так ты хочешь начать скажем так наше знакомство то короче она повернулась и ушла понятно что не получилось не получилось сватовство и парень успел только заметить что девушка была необыкновенно хороша точно по его вкусу и ему было очень жалко что он сделал доброе дело с другой стороны он потерял девушку ну так так произошло когда он уезжал от этого человека которому он помог человек взял его телефон и вот проходит две недели звонит ему этот человек и говорит я хочу пригласить тебя к нам на ужин ты мне так помог ты фактически меня спас и я не знаю сколько бы я там проторчал на пустой дороге я тебя приглашаю к нам на ужин человек молодой человек красиво одевается подходит к двери по указанному адресу на записочке смотрит звонит дверь выходит и открывает та девушка которая на него страшно рассердилась она горит и что меня преследуешь я ведь сказала что я с тобой не хочу иметь ничего общего он так растерялся что он 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 слова не мог сказать девушка захлопнула дверь ему перед носом парень думает может быть я что-то перепутал начал копаться в карманах смотреть нет вот он адрес того человека он опять звонит дверь выходит разъяренная девушка следом за ней ее отец и отец говорит вот он мой спаситель мира мира я тебе рассказывал это тот парень который меня спас на темной дороге в дождь это это он это мой спаситель мира смотрит на него она говорит папа он ко мне опоздал на свидание огурит он опоздал это он к себя поздно свидание он меня спас завели его в дом он его обнял он его через три месяца эти молодые люди стояли под хупой ребята то что должно быть ваше она ваше будет то что не ваше не смотрите не завидуйте не возжелайте и бог говорит нам так и нашим сердцем мы можем тоже владеть и поэтому не только бог просит нас приказывает нам жить по совести и по чести но и отвечать за свое сердце за то что мы в нашем сердце желаем так не вы желаете ничего того что нам не принадлежит а с вами была ваша бабушка соня всего вам хорошего